Суми-э Суми-э Суми в переводе с японского тушь, а э картина Значит мы с вами сегодня будем писать картину тушью И на самом деле процесс этот не чисто механический, как вы можете подумать Но перед вами лежит бумага, лежит коврик, лежит кисточка А процесс достаточно философский Вот посмотрите, перед нами с вами сидит сенсей, который будет вести сегодня наш мастер-класс Алла Соловьева Я с радостью ее представляю, она преподаватель японского дома И если вы придете учиться в японский дом, вы припадете непосредственно к ней на занятия Так вот, пока я рассказываю вам словами, Алла сидит и растирает тушь Растирает она брусок твердой туши на определенном камне, который называется тушечница Или судзури по-японски И этот процесс достаточно медитативный, он неспешный И он настраивает мастера и тех, кто занимается, на внутреннюю работу На то, чтобы осмыслить идею картины, которую он впоследствии будет писать Так что, как вы видите, это не прибежал, схватил кисточку и наваял А в общем достаточно некий внутренний процесс перед этим идет И он так плавно разворачивается Очень интересно, когда вы придете в японский дом заниматься И вот эти первые минуты, там 10 минут, вы будете все затихают, голосов не слышно А слышно, как шуршат плиточки туши по камню Какой красивый звук они издают Итак, тушь готова И мы с вами сегодня будем писать определенный сюжет Бамбук и по бамбуку ползет улиточка Бамбук входит в понятие четырех благородных В любой из восточных или дальневосточных культур Потому что определенные техники используются Для того, чтобы написать четырех благородных Сегодня мы познакомимся с вами с бамбуком Значит, какие особенности нашего мастер-класса? Он у нас не очень длинный Как вы понимаете, постигнуть все тонкости изображения бамбука Мы с вами не успеем Но что мы успеем? Мы успеем поработать с материалами Понять, что же такое китайская, японская, корейская кисточка Что же такое тушь А у нас с вами жидкая тушь на столе Мы не растирали У каждого есть черная тушь Постарайтесь эту тушь в уголочке вашей тарелочки держать черной А оттенки ее более светлые мы будем получать в другой части тарелочки Итак, основная задача сегодня слушать нашего сенсея Аллу Значит, дело в том, что эта жиропись такая хитрая, что нельзя ничего исправить Вот вы нарисовали и все Вот оно родилось, сложилось и получилось Поэтому Алла будет очень аккуратно по ступенькам вести вас по этому пути изображения бамбука Поэтому мы с вами представим, что мы вот прям по команде Алла сказала, и мы сразу сделали И не надо разрисовывать соседа кисточкой, да? Не надо там по столу возить, если у вас времени не хватает То есть, повторяем то, что сказал сенсея Тогда некая гарантия того, что вы получите небольшие знания на нашем мастер-классе А уж удовольствие, я надеюсь, обязательно Значит, вопросы будут возникать Мы будем подходить к вашим столам Поднимайте руки У нас есть волонтеры У нас есть мы, которые вот рядом с вами будем находиться на протяжении этого мастер-класса Итак, еще раз, Алла Соловьева, Японский дом, сенсей, ведущий нашего мастер-класса Передаю ей микрофон Спасибо за внимание Я хотела бы представить моего помощника на сегодня, Наталью Вороную Если какие-то вопросы возникают по ходу рисования, тоже можете обращаться к ней Наталья с удовольствием вам поможет Все, давайте приступим к рисованию Сейчас возьмите, пожалуйста, тренировочный листочек, у вас такой серенький есть Мы с вами попробуем нарисовать линии в разных направлениях и под разным наклоном кисти Возьмите кисточку, бумажку, у вас у всех должна быть салфетка для удаления лишней влаги из кисти Аккуратно, таким вот движением Большую берем Сначала берем большую кисточку Она у вас влажная, лишняя влага убрана Опускаем кисточку в черную тушь И проводим вертикальную линию Кисточку держим вертикально Чем сильнее вы прижимаете кисточку к бумаге, тем шире у вас получается линия Эта техника называется техника вертикальной кисти То есть когда кисть держится вертикально по отношению к бумаге И мы рисуем кисточкой, держа ее строго по вертикали к нашей бумаге Также мы сегодня будем использовать с вами боковую сторону кисти Для этого мы опять-таки набираем черную тушь и проводим боковой стороной кисти по листу бумаги По горизонтали линию, можно по вертикали Теперь попробуем провести линию с разным нажимом на кисть Набираем черную тушь на кисточку, держим ее вертикально И проводим линию, периодически то сильно нажимая на кисточку, то слабо У вас получается такая линия Эту технику мы будем использовать при написании листьев бамбука Получается? Не спешите Вот у вас есть тренировочный листочек, потренируйтесь рисовать линии в разных направлениях И разные по ширине Тонкие Широкие линии Разные по толщине Вертикальные Где-то можете попробовать волнистую линию нарисовать Потренируйтесь Все эти приемы нам сегодня пригодятся для того, чтобы нарисовать нашу картину Улитку на ветке бамбука У всех все получается? Покажите ваши картинки Ну в принципе линии у всех хорошие Сейчас я вам расскажу, пока вы тренируетесь, в каком порядке мы будем с вами рисовать картину Сначала мы с вами будем рисовать ствол бамбука Веточку бамбука Затем мы с вами накидаем листья И в конце нарисуем улитку Ствол бамбука мы будем рисовать, держа кисточку горизонтально Да Если вы обратили внимание, то у нас ствол бамбука имеет несколько оттенков туши От самой темной к светлому Чтобы нам получить бамбук двух оттенков Нам необходимо с вами сделать тушь двух оттенков Одна тушь у нас уже есть темная Вам ее налили в стаканчик Это в блюдечко Чтобы сделать тушь более светлого тона Наберите на кисточку воду Накапайте немного воды в противоположную сторону тарелочки Возьмите черную тушь и разбавьте в светлой воде У вас получится тушь более светлого оттенка Попробуйте на бумаге, какого тона у вас получилась светлая тушь Если тушь получилась слишком светлая То можно добавить чуть-чуть туда еще темной туши Если вас устраивает тон, оставляем Если вам кажется, что он слишком темный и очень похож на темную тушь То его можно еще чуть-чуть разбавить водичкой Проводим тушь среднего тона У меня светленькая И черная тушь У меня вполне нормальный контраст Все развели тушь двух оттенков Теперь я покажу, как провести линию Чтобы она получилась сразу двух оттенков Для этого надо как следует промыть кисточку Убрать лишнюю влагу с кисти Набрать на кисть Тушь светлого тона Опять-таки лишнюю влагу убираем На кончик кисти наносим темную тушь И боковой стороной кисти проводим линию Еще раз Получается линия если не хотят У всех получилась линия Такая линия называется тёбоку Техника трех тонов То есть у нас Линия имеет три тона туши От тёмного к светлому Так Где у вас светлая тушь Мойте кисточку Так следует Нет, не надо так скручивать Достаточно просто аккуратненько Окрасть стакан и убрать лишнюю влагу Держите, набирайте светлую тушь Тёмную И боковой стороной кисти Проводим линию Вы тёмную же не набрали? Набирайте она Да, да У нас на кисточке находится тёмная тоже На кончике чёрная И поэтому получается несколько тонусов Так, у вас тут получается Просто перед началом работы Кисточку хорошенько надо промыть Набрать светлую тушь На кончик тёмную И проводим Ну да, хорошо Вот здесь получилось Просто надо каждый раз туру Кисточку промывать как следует В принципе, линии трёх тонов у всех получились Да Вот эту бумагу рисовали, да? Да У всех получились Давайте приступим К написанию нашей картины Возьмите сначала тренировочный листочек И будем поэтапно рисовать наш бамбук Мы уже с вами умеем рисовать линию в нескольких тонах Бамбук мы будем рисовать в несколько заходов, так сказать Смотрите внимательно Набираем светлую тушь на кисть На кончик кисти чёрную тушь Проводим три линии Потом переворачиваем лист И проводим ещё три линии У нас получается такой широкий ствол бамбука С двух сторон он тёмный А лицевая сторона, которая смотрит на нас Она у нас засвечена как бы солнцем Она у нас светлая Когда у нас ствол подсохнет Мы на кисточку набираем только чёрную тушь И проводим перемычки Соединяем наши отрезки ствола бамбука Вот такой линии То есть сразу ствол выстраивается вверх Показываю ещё раз А вы себе рисуйте вот С левой стороны ствол бамбука Переворачиваем лист И ещё три отрезка После того как мы с вами нарисовали ствол бамбука Нам необходимо нарисовать веточку Для этого мы набираем опять-таки тёмную тушь На кончик кисточки И держа кисть вертикально по отношению к бумаге Проводим тонкую линию Это у нас ветка бамбука У всех получилось? Покажите, кто нарисовал Извините, я не слышу вас отсюда У всех такая картинка получилась Я посмотрела, кто поднял У всех стволы бамбука хорошие И веточка тоже хорошая, тоненькая Да, да Теперь давайте я покажу, как рисовать листочки Листья бамбука Для этого вам понадобится маленькая кисточка У вас у всех она должна быть Набираем на кисточку тёмную тушь И опять-таки, держа кисть вертикально по отношению к бумаге, рисуем листья Как я показывала до этого, вот мы рисовали с разным нажимом на кисть У нас получается листочек Попробуйте То есть сначала слегка касаемся кистью бумаги Потом прижимаем кисточку к бумаге, проводим И опять потихонечку отпускаем кисть Это я нарисовала тёмные листики Если мы наберём светлую тушь на кисточку, то у нас получится листья светлые Потренируйтесь рисовать листочки на бумажке Покажите, у всех получились листья Сейчас Угу Значит, как мы будем размещать листья на веточке? Обратите внимание Вот у нас есть веточка Листья мы будем группировать Первая группа листьев, которая у нас находится на переднем плане Будет написана тёмной тушью Самой тёмной Получается четыре листочка Смотрите, как нарисовано на образце, старайтесь повторить Вот эта группа листьев рисуется более светлой тушью Набираем светлую тушь на кисточку На кончик туши можно немножечко чёрный набрать И накидали ещё одну группу листьев более светлого тона Так, листочки давайте покажу Да, да, да Ой, много взяла Прижали, отпустили То есть вот сама кисточка, она имеет форму как бы листа Очень удобная как раз для меня описание листиков бамбука Вы не бойтесь, прям прижимайте А вы не подскажите ещё вот сам ствол У меня вот со стволом даже больше проблемы Там ведь должна быть как бы вот эта тройная линия вот здесь и вот здесь Да, смотрите ещё раз Мы берём светлую, тёмную тушь Провели сначала в одном направлении Потом перевернули И в обратном направлении Ага Поэтому у нас здесь тушь светлая У нас получается серединка вся светлая На кончике кисти тёмная тушь, соответственно у нас вот по краям получается тёмная тушь Если хотите, можете провести просто ствол одной линии, как вам удобно Это я вам как вариант показываю, потому что существует множество способов Написание стволов бамбука, веток, листьев, там бамбук на ветру, под снегом, под дождём Очень много всего Вот смотрите, начинаю вот с этого листа, как бы с центрального Добавляю с одной стороны лист, с другой стороны лист и ещё здесь То есть раз, два, три, четыре Угу, хорошо Ну, смотрите, кисточку надо, во-первых, как следует сформировать Её всё время надо, ну, грубо говоря, причесывать То есть мы её аккуратненько вот так вот по салфеточку формируем Чтобы у нас был ровный кончик, да Потом набираем светлый, тёмный И уже после этого начинаем рисовать Держите, это кисть очень хорошая Вот с ней должно хорошо всё получаться В принципе, у всех очень неплохо так получается Давайте продолжим с вами рисовать нашу картину Как нарисовать ствол, ветку я вам уже показала Ещё раз показываю, как мы рисуем листья Обратите внимание, что листья на переднем плане, вот эта группа листьев, рисуется только тёмной тушью Начинаем с листика, который у нас на переднем плане Добавляем к нему листочек справа, слева и ещё один Потом кисточку промываем Набираем тушь среднего тона И рисуем ещё одну группу листьев Здесь видно плохо, но на самом деле на рисунке две ветки бамбуковые Одна у нас на переднем плане, мы её видим, она яркая А вторая у нас за стволом бамбука идёт, она у нас светлая Чтобы картина была более объёмной, мы эту ветку обязательно должны с вами нарисовать Берём светлую тушь И рисуем веточку Листики выглядывают за стволом бамбука Видно? Сразу наша картина приобрела объём За счёт того, что у нас есть группа листьев тёмных и веточка тёмная И группа листьев светлых Можно немножко добавить тёмных листочков вот сюда Место, откуда ещё не выросла веточка с листиками, а только, скажем так, это почка Ещё раз показать Сейчас я покажу, как рисовать улитку Лучше всего для этого взять кисточку тоненькую Рисуем кончиком кисти сначала тело улитки Просто проводим такую полоску небольшую И рисуем глаза И в конце дорисовываем панцирь Круговыми движениями И в конце дорисовываем 대통령 Продолжение следует Возвращает Утроим Благодаря Давайте я еще раз покажу уже на листе рисовой бумаги, как мы рисуем нашу картину. И потом вы тоже сможете продолжить уже на листе рисовой бумаги рисовать улитку с бамбуком. Продолжение следует... 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 впитывание здесь красиво пошли затеки вот чем хороша рисовая бумага никогда нельзя предугадать вот что как получится как она в себя начнет тушь забирать как вы там посильнее нажали либо слабее нажали более темное пятно более светлое хорошо хорошо нет 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 чтобы очень хорошая улиточка такая маленькая нежненькая ползет нет хорошую не виду раковина в очень критичный к себе раньше работали с тушью ну тогда для для первого раза вообще чудесно парень немножко другая похоже на другая похоже на друга ну натренироваться просто можно до более сухая кисть должно быть вот этой кисти точно так не получится потому что ну сложнее скажем так сделать что она синтетическая все-таки натурально у него ворс по-другому ой вы очень много влаги набираете на кисточку смотрите там видно что мы сейчас покажу лишнюю прям убрать можно давайте если же как которые испорченные где у вас есть это тренировочные 3 где темная а это не изогнутые это когда я рисовала там просто бумага более сильно впитывает и это как бы по бумаге потекло так это не я не вырисовывал это бумага так впитала тушь тут никогда не угадаешь скопировать четко не получится все зависит от бумаги от того как с какой силой я нажала сколько у меня влаги было на кисти то есть она может быть прям совсем остренькому что такая кляпс очка смотрите потому что сначала легонечко прикасаюсь бумаги потом прижимаю кисть виду по бумаге потом опять потихонечку отпускаю то есть разная степень нажима кисти этой руки на кисть и по хорошему всех на да молодцы молодцы там где-то даже есть пятнистый бамбук мраморный бамбук да там чудесно они молодцы так значит очень хорошие стволы сожалению у нас время заканчивается поэтому пожалуйста дорисовываем потихонечку свои работы и забираем их с собой на память если кого-то интересует живопись сумии вам понравилось рисовать в этой технике я вас приглашаю всех на занятия школу сумии японского дома я хочу сказать что у нас сегодня такая сильная группа вы не смейтесь это действительно так у всех получились чудесные бамбуки вроде бы мы рисовали по одному образцу но у всех работы как бы индивидуальны у всех чудесные улиточки все молодцы давайте похлопаем себе